В Украине найти такой практически нереально, но... Привет друзья, события последних двух лет заставляют нас искать новые пути катания на лыжах, и сейчас я вам покажу один из них. Поехали! У нас сейчас просто отличная погода в Буковеле, идет снег, минусовая температура, минус 1, минус 2, минус 3, это просто идеальные условия для катания на лыжах, но так как у нас не работает подъемник, пришлось искать другие выходы из ситуации, как-то по-другому катать. Много людей уехали на Драгобрат, конечно, много там катают, но есть и другие варианты, взять свои лыжки на плечи, выйти на горку и съехать. Мы также этим занимались, мы себе вырыли зиплайн хороший. Зиплайн это когда такие бугры, канавка, и мы там едем. Можете зайти ко мне в инстаграм, посмотреть, что такое зиплайн, у меня в актуальных сториях есть сохраненные могулы, зиплайны, проезды. Это очень крутой вид катания. Также есть другие виды катания, они более популярны в Европе и в Америке. У нас еще не сильно популярный такой вид катания, как скитур. Кстати, у вас сразу же возникает вопрос, где взять такое снаряжение. Я вам скажу сразу, в Украине найти такое практически нереально. Не в продаже, тем более в прокате. Но есть одни ребята, у которых есть комплекты, причем хватит на всех. Это их здравийский центр, обращайтесь к ним. Я оставлю ссылочку под видео, посмотрите обязательно. Это очень крутой прокат в Карпатах. У них есть любые виды лыж. Скитурные, карвинговые, фрирайдные, детские, взрослые. Что хотите, сколько хотите. В любом количестве. Немножко о скитуре, как это происходит, как это делать. Как видите, это обычная лыжа со специальной платформой, которая может подниматься. Поднимается пяточка. Вы скользите ногой вперед, ставите ее. Другую ногу. Скользите вперед, ставите пяточку. Когда вы поднялись на горку, это крепление можно зафиксировать. У вас будет крепление, как в обычной лыжи. На нем можно ехать. Как видите, здесь с нижней стороны есть сейчас специальная такая, как ткань. Это называется камбас. Он надевается и снимается. Вот у меня зацеплен верхний, там у меня зацеплен с нижней. Камбас сделан таким образом, что назад вы не будете скользить, а вперед лыжа будет скользить. То есть на нем можно даже съезжать с горки. Скитурные лыжи бывают разные по своей геометрии, крепления бывают разные, разные ботинки бывают. Скитурный ботинок легче обычного намного. И он сделан таким образом, что впереди вот здесь. Видите, у меня такая прослойка. Значит, у вас есть два режима. Один режим – это когда вам надо идти. Он так и называется – ходьба. Вы можете сгибать свой голеностоп вперед. Как в обычной жизни, вы сгибаете всегда голеностоп, когда делаете шаг. Когда вы едете в катании, вам же не надо, чтобы голеностоп сгибался, чтобы нога работала в этой плоскости. Из-за этого вы переключаете режим сзади на езду. Во время режима езды ваш голеностоп будет зафиксирован. И вы можете более четко управлять своей лыжи. При съезде можно снять камос, ехать без камоса, как на обычной лыжи. Также можно ехать в камосе. Это все по вашей воле, по вашему желанию. Но скажу сразу, катание в камосе не сильно приятно. И ваша лыжа будет шуметь, скрипеть, будет не очень приятный звук. А на легком склоне она вообще не поедет. Пробуем, ребята, пробуем. Когда снять с лыжи камос, она имеет вот такой вот вид. Обычная лыжа со скользяком, как видите. Я как ее защибну, ты, Маш? Увер. Дальше. О, все пальцы прижало. Я! Я тайский тур просто. Вот крепление. Оно может двигаться в такой вот плоскости. Вы просто идете, делаете как бы шаг скользящий. Лыжу свою проталкиваете вперед. Чтобы перейти в режим катания, например, на этой лыжи надо сделать простое движение. Сместить вверх полностью крепление вот эту вот штучку. Все. У вас обычная лыжа. Встал, поехал, куда захотел. На самом деле, скриптур это целый вид и искусство. И знаете, кататься так не каждый сможет, не каждый умеет. Собрать себе такое снаряжение тоже не очень легко. Пробуйте. Это на самом деле очень круто. Мне это очень понравилось. И обязательно в будущем буду практиковать скит-тур как свое хобби. Это новое хобби для меня. Удачи вам!